Здравствуйте, друзья! Примерно 13 июля. Посмотрите, 30, 35, 25, дождь, снова 30. И эту рубрику я сейчас назову «Весть из полей». Помните, советское время, колхозы? Сейчас в колхозах это не найдете, только на дальших участках. Даже в питомниках этого почему-то нет, а торгуют саженцами. Так, тема конкретная. Итак, сыновья мажорского абрикоса. 115 мощных спирил, дававших урожая 20-30 ведер дерева. Ну, не каждый год. А потом случилось следующее. Я за ними все еще наблюдаю. И оставшиеся, таких осталось 10-15. Я их называю сыновья. Лучшие сыновья. Собираю плоды, потом косточки, потом они попадают в ваши сады. Этот совершенно безродный, я ему даже номер не присвоил. Вот. Интересно, что у меня одна из главных характеристик – это время созревания. Да, время цветения, время созревания. Вот смотрите. Очень приличный вырожай. Согласны? Вот. 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 Ну, настолько зеленые, что их и не видно. На самом деле тут немного в этом году будет. Ведра три. Вот. Не самый лучший год. Но, опять же, не без абрикоса. И вот они совершенно зеленые, несмотря на дикую жару. И, о чудо, пойдемте покажу и угощу вас. Пусть виртуально, пусть визуально, но угощу вас уже спелыми. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вот. Видели? Мировые стандарты. Так вот, я, железо, утверждаю, что мировые стандарты расоценяются даже на персике. Вот видите, на первом плане персик, а на втором плане тот абрикос, от которого мы отошли. Безавианный сын манджорца. Вот. Нас интересует более сладкий. Он не сладкий. Поэтому я вам даже номер не присваивал. Ну, такой кисловатый. Да, а, мимо идут, собирают, дети собирают, взрослые собирают. Потому что для них и это чудо. Убей много потерял, вместе с лучшими садоводами, которые уже в могилах со всем небесным. Вот. С новой агротехникой, называется Убей дерево. Она не новая, она наоборот старая. Ну, я оговорился, новая, это когда дерево жалеешь, щадишь. Вот. Вот остатки той роскоши. Видели? Это выпиленные деревья. Вот. Которые, причем абрикосы, не погиб ни один. Все они, если бы кто-то специалист был, сказал, нет, это живое дерево. Вот. Только это остатки пригласил человек, чтобы они с прошлого года лежали. Сейчас пройдем мимо этого грохота. Дерево не знакомое. Не с пилой, не с косой, и не с секатором. Вот так оно выглядит. Вот поэтому оно, не будущее, не покалеченное ни разу, все покрыто водами. Говорить невозможно, будем так смотреть. Груша Латинкова. Абрикос Мичуринский укрупненный. Начинает созревать. Так. Сейчас мы с вами посмотрим, что такое сын Манжурца за номером 2. Тоже еще зеленый. А тогда спрашивается, что собирает Юлия Сергеевна Мельникова. Юля, поздоровайся. Здравствуйте всем. Так. Ты попробовала их? А обычно как? Сапожник без сапог. Дай мне одну. Они каждый год имеют разный вкус. А, косточка-то испугалась. Не выпинала. Вот скажи, я хочу, чтобы ты смотрел на людей своими честными глазами. Кислинка есть? Так вот, я железу говорю, кислинки нет. Снять не на сладко. А? Снять не на сладко. Они совершенно, причем, что интересно, в годном раньше они не были сладкие. Ты помнишь, в 22-й год этот ковер? Да, да. Ты здесь собралась с него ведер 10-15. Вот. Ведер 10-15. И еще столько же оставалось. Было? Было. Было. А потом, что под достоинственный год Андрей сделал? Вот только сой скосил тысячу или две семицы. Так, рубрика называется «Вес из полей». Пойдем, покажем твои. Поставь на секунду. Твои абрикосы. Итак, с этого дерева падали абрикосы. Падали? Падали. Сможем сюда? Вот. Упал только. Как ты думаешь? Вот они пошли. Придется с травой побороться, Юля. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот здесь даже получше. Ну и как ты думаешь? Купят по 500 рублей это чудо? Да они стоят больше. Да они-то я знаю, что стоят больше. Да, а сам все думал, господи, за 500 бы продать. Сколько ты осенью прошлое продала? 130? Да, 130 точно. Ну и все. Так, ладно. Я пошел еще похвастаюсь. Я познакомил только с безымянным этим, с сыном манчжурца. И этот запомнил, это номер два. Урожай впечатляет. Вот что касается манчжурцев, никогда проблем не было. Вот. А вот это знаете, что получилось, друзья? Это называется персиковый абрикос. А почему он мелкий? А потому что я на манчжурца привил. И он стал меньше в три раза. Я ничего не могу с этим поделать. Вот он набирает вкус. Посмотрим. Вот стал же... А! Ёлки-палки. Сейчас отойду подальше от этого беззаку. Я уже не мешаю человеку, он деньги зарабатывает. Сейчас объясню. В прошлом году я сравнивал. В прошлом году дикий вырожай, да? Дикий. Вот. Позапрошлый год. И средний вкус. В прошлом году их было немного, но было хмурое лето. Тучи ходят хмуро, край суровый, тишиной объят. И тогда получилось, что вкус-то зависит от солнца. Поэтому-то в этом году-то вот этот красавчик-то уже вчера собирали. Еще немного, вон они висят. Вот они вот так вот выглядят. Ой! Вот так вот, самый сладкий оказался. Нет, не так. После того года, что я сейчас пробовал. Но я не все распробовал. Итак, жердель. Ну-ка. Остатки жердели. Вот они. Сладко-кисло-кисло-сладкий. Вот. Он по вкусу даже в этом году немного уступил вот этому. Номер два. Далее. Повторяю официально. Сын манжурца номер два. Вот это вот жердель. Вот. Ну, тут уже кто не лень собирал, и она уже пустая. А вот эта только ночевать. Юля еще не добралась до нее. Здесь еще никто ничего не собирал. Значит, это она. Которая номер пять. Сын манжурца номер пять. Он уступил место по вкусу. По урожайности они одинаковые. Смотрите. Это то, что лежит, лежит. Лежит, лежит, лежит. Лежит, 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 лежит. Вот так мы расправляемся с лишними манжурцами. Некуда девать. А смотрите, что на дереве делается. Он еще только созревает. Еще только созревает. Посмотрите туда. Вон ту крону. Знаете, сколько здесь? Это не рекордный урожай. Это средний урожай. Но это дерево, вот это вот, оно даст примерно 15 ведер. Я считаю, неплохо. А почему я не обманываю? Посмотрите, с какой густотой они растут. И так каждая ветка. Посмотрели. Я уже попробовал, а попробовать не буду. Ну, обычно говорят, покажите. Ради бога. Смотрим. Разламываем. Видим, косточку хорошо отделяется. Выброшу, больше я не увижу. Вот. Ну, что я скажу. Таких я могу съесть штук 10, больше не могу. Вот тех, за номер 2, тех я могу съесть полсотни. прихлёбываю чай или ещё что-нибудь прихлёбываю. Вот. Вот это новый сад. Видели? Это то, что было. Более крупные ветки, штамбы превратились в дрова. Видели? Вот. А более мелкие будут сожжены. Остались немного. Я оставлял. Это уже подсадка, 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 подсадка. Я уже оставлял, знаете, какие? Ну, назовём их наиболее ценные. Наиболее ценными я делал сильную омолаживающую обрезку. Вот так она выглядит. Вот так. А не сдуру вырезать каждую вторую или каждую первую ветку, чтобы только доказать, что деньги взяты не зря. Вот так выглядят уникальные сорта. Вот так они выглядят. Это то, что я вырезать не стал. Вот это вот ещё один манжурец. Он, по-моему, в этом году или пустой, или почти пустой. Он желтизна, но мало. Или ещё зелёный. Оно особое у меня. Оно один год дало просто жёлтые плоды, второй год оно дало ярко-красные. И теперь фотография с ярко-красными плодами украшает добрую полусотню этих самых фальшивых мошеннических сайтов. Это вот с этого дерева фотография была. Оно было в три раза меньше по размеру. Ветки ломались. Ну, кто и не видел. Это самая яркая фотография и сыновей манжурцы. Ну, всё, думаю, берём с неё черенки, разложаем как новый сорт. Ага. На следующий год плоды в два раза крупнее, чисто жёлтые. Вот и попробую это. Кроме как разводить руками, больше ничего в голову не приходит. Не приходит. Вот такие дела. те я вам показывал в прошлый раз. Это фаина. Вот ещё одна фаина. Вот. Да. Вот это всё сгорит. Это всё было предрешено. Вот. абсолютно здоровые. Вот. Урожайные. Ведь половину выпилил после 22-го года, а половину после 23-го. Ведь попробуйте их убить. Мощь какая. Смотрите. Походить, полюбоваться на пни. Вот пень. Издаля видно, что вот это пень. Он уже оброс, видите. Там в середине пень. Ай, горько, но я бы их дальше бы растил. Они бы ещё лет 10-20 давали бы рекордное вот третий пень, рекордное в стране урожае. Но так как я собрал четверть миллиона косточек, и они никому не понадобились, пришлось эту лавочку закрывать. То есть брать в руки уже сами видели, мой друг профессиональный лесоруб, он за свою жизнь не один миллион диких спилил, а сейчас спилит мой сад. Вот. Это уже остатки. Вот почему некуда садить молодёжь. Вот она молодёжь, видите. Вот. сорняки всегда лучше растут. Боюсь выдержать, скормяем вот так вот. Вот так, нет, выдернул. Вот. Освобождаю место молодёжи, так это называется. Вот. Полюбовались. Там много выпилено с Сергеем, очень много. Ничего с этим не поделаешь. У него не хватает места под питомник. А почему не хватает? А потому что в стране нужен закон. Если ты не можешь содержать участок в чистоте, участок, который должен пусть морковку, пусть свеклу, что угодно, но чтобы вот этого не было, вот этого, выросли мощные тополя, мощные. Вот. Выросли мощные берёзы, видите. Видите. Вот полностью участок, его сейчас поднять-то это целое пробеление. Вот сейчас бы мне его предложили, пытались купить по 50 тысяч за сутку, отказались. Между собой два брата не поделили, мнения разные были. И вот в результате с тех пор выросли огромные берёзы, попробуйте тебе там что-то посадить. Вот. А здесь я выпил вот ещё один, вот ещё один, вот. и вот ещё один, вот. Я же не выдумываю это всё. Это всё уникальный феабрикос. Ну и там, 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 тарам, тарам, тарам. Смотрите, самосев. Ну, в общем-то, осталось две минутки, и он откроется сам. Самосев, это я когда косил, смотрите, как я хитро косил. Я обходил косой, вот, это вот самые ценные на планете абрикосы. По урожайности, вкус кисло-сладкий, но многие предпочитают его. О, начал сыпаться. Вот тот самый, который был ярко-красный. И, благодаря вот этой фотографии, я помог по полсотни плодопитомников мошеннически обманывать вас. Я лично помог за счет прекрасной фотографии. Твердый еще, не спелый, это ветром сбило. Косточка будет выброшена раз и навсегда. Ну-ка, зараза, и такой можно есть. А высокий компот и варенья? Я выходил из Украины, приезжал на Украину, каждый из десяти родственников или восьми приносил ко мне абрикосы. То есть закатанные трехлитровые банки. Я первую съесть не смог, а их стояло штук десять-двадцать. Ешь, Валера, ешь, пропадет, выбросим. Вот так вот было. вон они, абрикосики, 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 видели? И вот так, показать дальше. Я когда косил, дошел до сюда, абрикосики, видите, не стал выкашивать. Тут такие полянки, абрикосики, 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 абрикосики. вот здесь уже культурные там у меня серафима здесь академики дали потомство и так далее и у меня заканчивается так осталось 44 секунды и он отключится сам ну давайте все раз посмотрим на мою помощницу мы здесь сегодня посадили сотню укоренили сотню шелковиц и смородин 50 на 50 на 50 а я чё сказал смородин и крыжовники все друзья юля через секунду отключится все нет и скажи не прощаюсь заказывайте вот эти вот вода не вот это заказывайте иль больше это общепая тоже немножко траву вокруг абрикосика ведь это же самый сладкий все отключаюсь